Так, ну что ж, добрый день, давайте начинать нашу беседу. Мы немножко позже начали, поэтому, наверное, немножко сократим. Сегодня я здесь, чтобы поговорить с вами о комиксах в нашей стране. Вот, я надеюсь, что вы здесь тоже с этой целью, а не перепутали комнату. Итак, ну, собственно, название вы все прочитали, наверное, возникло много вопросов, откуда 177 лет и вообще о чем идет речь. Вот немножко об этом поговорим, потому что в последнее время довольно много на разных площадках говорят о комиксах самых разных школ, самых разных стран. И я думаю, вы прекрасно представляете себе, что в мире есть много разных школ комикса. Американская, японская, франкобельгийская, итальянская, аргентинская и много других. Но далеко не так популяризирован, к сожалению, у нас в стране тот факт, что у нас здесь тоже комиксы были. История нашей школы комикса, она непростая, как непростая и наша история. Но, тем не менее, было много интересного. И, как мы увидим, над созданием комиксов в нашей стране работали многие очень талантливые люди. Ну, давайте приступим и поговорим об этом. Ну, пару слов о том, собственно говоря, как вообще изучают историю комикса. В принципе, для тех, кто погружается глубоко в эту тему и кто немножко в эту тему закапывается, далеко не секрет, что произведения, которые используют принцип комикса, они появились достаточно давно. Вот на экране пример. Роспись из гробницы Мена. Это Древний Египет. Этот пример нашел не я. Этот пример нашел замечательный американский исследователь Скотт Маклауд. А может быть, даже и не он. Но это, по крайней мере, упомянуто в его знаменитой книге. Знаменитой книге «Понимание комикса». Так вот, о чем речь? О чем речь? Комиксы — это далеко не только супергерои, это далеко не только манго. Это, на самом деле, целый широкий спектр произведений, в которых история рассказывается картинками. И вот это вот самое главное. Уилл Айсенрет называл искусство последовательности. А под последовательностью он имел в виду именно последовательность изображений, которые обычно называют кадрами. И вот, как ни странно, даже вот такая вот древнеегипетская роспись, она строится по тому же принципу. Это история, в данном случае история сбора урожая, рассказанная при помощи последовательности картинок. Просто выглядят они немножко непривычно для нас, потому что это все-таки несколько тысячелетий назад. Но ближе к нам по времени встречаются и произведения уже более похожие и более знакомые нам по форме. Вот, пожалуйста, Англия, 17 век. И здесь мы видим уже и привычные нам кадры, и мы даже видим пузыри с текстом. Часть текста размещена вот в таких вот филакторах. Хотя основной текст размещен под кадрами. Это будет характерно для ранних комиксов во многих странах, в том числе и в России. Когда основной текст размещается не внутри кадра, в пузырях или где-то еще, а в виде подписей. Но это просто разные форматы комикса. Собственно, история комиксов в их современном виде началась вот с этого произведения. Ну, на экране фрагмент. Одна из страниц альбома под названием «Приключения господина Вьёбуа». Создателем этого альбома был швейцарский художник, писатель, публицист, педагог Рудольф Тёпфер. Человек разносторонних талантов. Он был, в принципе, в первую очередь педагогом, но для своих учеников он придумывал разные забавные истории. И в том числе в какой-то момент начал придумывать эти истории в виде последовательности картинок. Он показывал их не только ученикам, но и своим знакомым. И знакомые его убедили издать эти альбомы. Он долго сопротивлялся, потому что в то время считалось постыдным для солидного, серьезного человека заниматься комиксами. Ну, конечно же, времена изменились, и такое больше не встречается. Но Тёпфер, да, долго сопротивлялся, но в конце концов поддался и издал сперва один из комиксов, потом и многие другие. И они стали настоящим бестселлером. И вот с того момента, это были где-то 30-е годы 19 века, с того момента в мире начали развиваться комиксы уже в их современном виде. Потому что в силу популярности альбомов Рудольфа Тёпфера у них появилась сразу куча подражателей. Сперва куча пиратов, которые просто беззастенчиво их копировали, подписываясь либо именем Рудольфа Тёпфера, либо вообще никак не подписываясь и выдавая их за его произведение. А потом появилось и много уже, так скажем, более законных подражателей, и комиксы превратились в отдельный вид графического искусства. И, собственно говоря, начиная с того момента, с где-то 30-х годов 19 века, в мире комиксы создаются и выпускаются уже без перерыва, до настоящего момента. Поэтому вот с Рудольфа Тёпфера принято отчитывать мировую историю комиксов, ну, скажем так, в их современном виде, если не считать вот все эти древнеегипетские эксперименты. Теперь по поводу нашей страны. Собственно говоря, предусловим ко всей нашей беседе, может служить хорошо, я думаю, всем знакомый и распространенный стереотип. Стереотип, имеющий у нас довольно широкое распространение. Стереотип о том, что комиксов в нашей стране отродясь не было. Что вот это явление абсолютно чуждое нашей стране, во всем мире они были, а нашу страну они как-то вот обошли стороной, и никогда их у нас не существовало до, ну, относительно недавнего времени. Часто называют перестройку и 90-е годы как период, когда у нас в стране появились комиксы. Естественно, они появились не сами, естественно, их нам навязали. Так гласит распространенный стереотип. Давайте разберемся, так это или не так. Ну, во-первых, произведения, в которых использовалась многокадровая форма повествования, то есть вот та самая форма повествования, в которой история рассказывается при помощи последовательности картинок, она встречалась на Руси, ну, по крайней мере, 17-18 века. Некоторые лупки использовали такую многокадровую форму. Ну, вот, пожалуйста, еще один пример. То есть это история, рассказанная при помощи последовательности картинок. Ну, да, здесь, как и в примерах того же Рудольфа Топфера, как во многих ранних примерах, текст располагается в виде подписей под кадрами. Но это вот такой старинный формат комикса. По факту, это, ну, такой прото-комикс. Это, поскольку этот комикс появился еще до Рудольфа Топфера, то обычно комиксами такие произведения не называют. Их называют прото-комиксами, то есть как бы прототипами. Ну, еще и потому, что подобные лупки были на самом деле исключением из правил. Большая часть лупков к комиксам никакого отношения не имеет. Поэтому, когда вы слышите, иногда бывает разное заявление такого рода, что лупок — это древнерусский комикс. Лупки — это вот комиксы, которые читали наши предки. Это не совсем так, потому что большая часть лупков, они, ну, никак с комиксом не связаны. Это просто занятные, забавные изображения, иногда с подписями. Но в них нет главного того, что нужно для того, чтобы комикс был комиксом. А именно вот этого самого многокадрового принципа. Самые известные лупки как раз к комиксам никак не относятся. Но есть вот такие примеры. Есть такие примеры. Их было меньшинство, но они, тем не менее, существовали. Более-менее регулярно русская школа комикса начала развиваться с 1846 года. В этот год появился журнал «Яролаж». Он делался не для мальчишек и девчонок, а также их родителей, а делался для взрослых людей. Это был сатирически иллюстрированный журнал. Второй, судя по всему, в России. Первый в начале 19 века попытался организовать художник венецианов, но он был довольно быстро закрыт по цензурным соображениям. А это вторая попытка в 1846 году. Его организовал Михаил Невахович. Очень интересный персонаж. Отставной гусар. Он вышел в отставку, женился на любимой балерине и начал заниматься сатирой. Он организовывал целый ряд каких-то сатирических постановок, несколько проектов сатирических журналов. Вот был в числе их и «Яролаж». «Яролаж» по сути был сборником карикатур. И большая часть материалов «Яролажа» к комиксам, опять же, никакого отношения не имеет. Но на страницах «Яролажа» появились уже и первые российские комиксы, сделанные российским автором, чье имя известно, и которые опубликованы в российской прессе. Вот один из примеров на экране. Отсюда, собственно говоря, и те самые 177 лет, которые у нас в заголовке сегодняшней лекции. Да, более полутора столетий прошло уже до настоящего времени, с того момента, как в российских периодических изданиях начали появляться российские комиксы. Может быть, есть и какие-то более ранние примеры, просто я пока их не нашел. И никто еще пока их тоже не откопал. Может быть, они и есть. Но так или иначе. «Яролаж» просчитал тоже не очень долго, всего несколько лет, потом он тоже закрылся. Но в поздних выпусках «Яролажа» подрабатывали молодые корректуристы, которые учились у Неваховича. И через некоторое время, в 1959 году, был основан новый сатирический журнал, журнал «Искра». И у его истоков стояли вот эти вот ребята, уже повзрослевшие, поматеревшие, такие как, например, Николай Степанов, замечательный русский корректурист. И «Искра» тоже не была комиксным журналом. Большая часть материалов на страницах «Искры» представляли собой разного рода статьи. Емористические, сатирические. Иногда там печатались карикатуры. И иногда, очень изредка, там встречались комиксы. Ну, вот один из примеров. Но да, изначально это было редкостью. Но оно, тем не менее, было. И была определенная традиция, было определенное наследование школы от Неваховича к Степанову, от Степанова уже к другим корректуристам более поздних периодов. Ну, вот, пожалуйста, пример еще чуть более поздний. На самом деле, во второй половине XIX века в Российской империи было несколько сатирических и лестерированных журналов, на страницах которых периодически появлялись комиксы российских авторов. Да, ну, вот пример из журнала «Будильник». Я тут сейчас все примеры вам не показываю, потому что у нас сегодня беседа не о дореволюционном комиксе, а все-таки немножко более широкая тема. Ну, по-настоящему, так скажем, наиболее уже активно и энергично русская школа комикса начала развиваться в начале XX века. Это связано с журналом «Сатирикон». Журнал «Сатирикон» был основан сотрудниками одного из сатирических иллюстрированных журналов, который корнями восходит еще к XIX веку, журнала «Стрекоза». Но эти молодые сотрудники решили, что они могут сделать лучше. Поэтому они организовали свой собственный журнал. У истоков стояло несколько людей, в том числе замечательный писатель «Сатирика Верченко» и Алексей Радаков. Алексей Радаков был карикатуристом, но он, судя по всему, очень любил комиксы. Потому что как только он смог основать собственный журнал «Сатирикон», он сразу же принялся эти комиксы активно рисовать. «Сатирикон» был первым журналом, где комиксы стали публиковаться регулярно. То есть в каждом выпуске было несколько комиксов, многие из которых рисовал сам Радаков. Но довольно быстро собралось еще несколько художников, такие как Александр Юнгер, Рэми и некоторые другие, которые тоже рисовали вот такие вот комиксы. Комиксы эти были, как правило, на одну полосу, не больше. И были эти комиксы сатирического содержания. Ну, собственно, сам журнал «Сатирикон» был сатирическим, как можно понять из названия. И, соответственно, таковыми были и комиксы. Они были адресованы взрослым читателям. Комиксы вообще были взрослым делом, большей части 19-го и начала 20-го века. И они высмеивали разные явления из окружающей действительности. Они высмеивали политиков, ну, как и полагается любой сатире. Но, тем не менее, Радакова это было недостаточно. Поэтому он еще и основал журнал для детей, который назывался «Галчонок». И «Галчонок», ой, что-то у меня тут неправильная подпись, но да, это все из журнала «Галчонок». На самом деле, журнал «Галчонок» предназначался для детей. И это вызвало большой скандал в тогдашнем российском обществе. Потому что в этом журнале было полно карикатур, было полно каких-то юмористических статей. Высмеивались школьные порядки, высмеивались занудные учителя. И, естественно, эти самые занудные учителя начали протестовать. В конце концов, журнал закрыли. Но все очень переживали по этому поводу. Но вот только короткое время, когда он существовал, он был весьма-весьма популярен среди дореволюционной российской детворы. И в этом журнале, ну, собственно, перечатался и сам Радаков. И, кроме того, там перечаталось, да, довольно много комиксов. И он пригласил нескольких молодых художников, чтобы тоже эти комиксы рисовать. И среди них были будущие замечательные наши иллюстраторы. Такие, как, например, Владимир Лебедев и Николай Радлов. Они, собственно, начинали вот с этого. Революция, как ни странно, не нанесла серьезного удара по российской школе комикса. Хотя, да, некоторые комиксисты эмигрировали. Но значительная часть осталась здесь. И они продолжили развивать эти традиции. Остался Радаков, остались многие другие. Во время Гражданской войны формат комикса был подхвачен проектом «Окна роста». Но это не случайно, потому что основатель «Окон роста» Михаил Черемных до того, как организовать этот проект, рисовал комиксные плакаты, агитировавшие за красных. А потом был основан вот этот вот проект. Идея была в том, что витрины московских магазинов во время Гражданской войны пустовали, потому что была разруха. Чтобы заполнять эти витрины, были придуманы такие вот плакаты, которые достаточно дешево, быстро производились и агитировали за большевиков. Ну, мы в первую очередь знаем этот проект по участию в нем Владимира Маяковского, который в этот момент приехал из Питера и, соответственно, присоединился к этому проекту. И он активно принял в этом участие не только как автор текстов, но и как художник. Маяковский был автором многочисленных плакатов этой серии. И в том числе в большинстве из них использовался как раз тот же многокадровый принцип. Это, получается, такие вот маленькие комиксы. Может быть, на 4 кадра или на 6 кадров. Проект был настолько успешным, настолько успешна была эта агитация и пропаганда, что он распространился и за пределы Москвы. Например, в Петрограде аналогичный проект. С ним работал, например, тот же Владимир Лебедев, который, как мы помним, начинал с рисования комиксов в Галчонке. И вот, собственно говоря, справа пример Владимира Лебедева. После Гражданской войны проект «Окна роста» прекратил существование. То, что магазины начали наполняться продуктами, агитация перешла в другие формы. В частности, в сатирические журналы. Снова начали появляться сатирические иллюстрированные журналы. Такие, как «Крокодил», «Смехач», «Бегемот» и много их еще было. В этих журналах работали художники, как оставшиеся еще с дореволюционной России, так и молодые художники, такие, как, например, Константин Ротов. Один из наиболее активных сотрудников «Крокодила» до военного времени. Человек, который нарисовал огромное количество вот таких вот комиксов. И достаточно, в общем, популярный в то время среди читателей журнала. «Смехач» был ленинградским журналом, и там работало большое количество людей, оставшихся еще от сатирикона. В частности, Николай Радлов, Борис Антоновский, очень тоже интересный человек. Он придумал, по сути, первую в России серию комиксов, объединенные общим персонажем. Вот как раз для журнала «Смехач», для журнала «Бегемот» он придумал персонажа по имени Евлампий Карпыч-Натькин. Это был такой собирательный образ разных пороков и разных каких-то недостатков, ну, соответственно, вот ленинградского городского населения. Но он был, скорее, таким антигероем. Он был очень обаятельным персонажем, и поэтому он весьма-весьма полюбился советским читателям. Сегодня его имя практически неизвестно, а вот тогда, в 20-30-е годы, его знали очень многие. Он был очень популярен, и были даже художники, которые создавали комиксы про, ну, как бы родственников Евлампий-Натькина. Про самого, видимо, стеснялись, а вот про родственников Евлампий-Натькина комиксы, тем не менее, были. Настолько он был популярен. Но, конечно, уже в 20-30-е годы основное внимание художников, создававших комиксы, переместилось в сторону детских комиксов. И это станет характерно, наверное, для всего последующего советского времени. Все основные комиксы будут преимущественно детскими. Почему? Ну, в первую очередь, потому что для взрослых не так много было, на самом деле, вот таких журналов, в которых можно было что-то подобное рисовать. Были сатирические журналы, впоследствии их стало меньше. Главным остался «Крокодил», но там комиксы тоже были не таким уж частым явлением впоследствии. А вот в детских журналах они получили возможность развиваться и достаточно активно. В первую очередь здесь стоит упомянуть журналы «Ленинградской редакции Детгиза». Вообще «Ленинградская редакция Детгиза», чтобы вы понимали, это было то место, где ковалась русская детская литература, советская детская литература. Там был Маршак, там был Чуковский, там был Бианки, там было много еще других замечательных людей, и они создавали советскую детскую литературу. Ну, может быть, не всю, но значительную ее часть. И там выпускалось несколько детских журналов, которые до сих пор являются культовыми и легендарными, такие как журнал «Ёж» и журнал «Чиж». Ну, вот пример комиксов из журнала «Ёж». Конечно, это были, опять же, не журналы комиксов, это были детские иллюстрированные журналы. Но комиксы там были, комиксов там было много, и они были разные, и их создавали тоже очень талантливые люди. Вот художница авангардицкая Вера Эрмалаева, например, создавала вот такие вот рекламные комиксы для журнала. Было несколько серий комиксов, такие как, например, «Приключения Макара Свирепова». «Макар Свирепой» — это такая самокарикатура создателя этого комикса, поэта Николая Олейникова. Николай Олейников — замечательный поэт, близкий к абериутам. Он был одним из организаторов журнала «Ёж», и наряду с драматургом Евгением Шварцем, которого, может быть, знаете немножко лучше, они вот этот журнал практически и вели. И Олейникову это было недостаточно, он еще и придумывал комиксы про Макара Свирепова. Это была такая самокарикатура, такой бравый казак, который любил похваляться своими похождениями, и похождения у него были откровенно мюнхгаузеновские. Он совершал какие-то невообразимые подвиги, но это было забавно, это было весело. Иллюстрировали этот комикс разные художники, ну вот в том числе Борис Антоновский. И в комиксном формате в этом журнале, в журнале «Чиж» публиковались некоторые произведения Даниила Хармса. Даниил Хармс был одним из активных сотрудников и «Ежа», и «Чижа», и многие его ранние произведения были опубликованы именно в формате комиксов. Потом это забылось, и они потом пересдаются уже в виде просто текста. На самом деле изначально это были подписи к комиксам. Ну и, собственно, журнал «Чиж» не менее интересен. Это журнал, который формально предназначался для немножко более младшей детской публики, но по факту он был идейным продолжателем «Ежа». После того, как «Еж» в прессе пережил серию разгромных статей, все вот эти комиксные эксперименты переместились в журнал «Чиж». И в журнале «Чиж» были свои персонажи, свои серии. Ну, наверное, самой популярной серией комиксов в журнале были комиксы про умную Машу. Придумали ее Даниил Хармс, тот самый, и художник Бронислав Малаховский. Умная Маша, опять же, сегодня не особо известный персонаж. В то время она была чуть ли не главной звездой детских комиксов в Советском Союзе. Она была настолько популярна, что в редакции установили телефон, что тогда было некоторой редкостью, и по этому телефону дети могли позвонить и пообщаться с самой умной Машей. Ну, на самом деле, конечно, они общались с сотрудницами редакционного коллектива, но, да, настолько это было популярно, что периодически дети звонили в редакции и с умной Машей общались. Даже поступали предложения от читателей переименовать журнал в честь умной Маши и еще одного героя комиксов Вани Мохова. Настолько эти комиксы были востребованы юными читателями. И, собственно говоря, с того времени в русском разговорном языке сохранилась поговорка «Что стоишь, как умная Маша». Это вот все оттуда. Были и другие комиксы. Были приключенческие серии, такие как, например, «Приключения испанского мальчика». Тогда шла гражданская война в Испании, и это всем было весьма актуально. И вот такие вот приключенческие серии там тоже публиковались. Много комиксов рисовал для чижа художник Николай Радлов, которого мы уже сегодня упоминали. Он особенно любил рисовать вот такие короткие приключения забавных животных. И они были тоже очень популярны. Настолько популярны, что было даже решено издать отдельный альбом, собравший комикс Николая Радлова. Он назывался «Рассказы в картинках». Это, по сути, был первый альбом комиксов в нашей стране. И он был крайне популярен. Он был популярен и среди детей того периода, и среди многих последующих поколений советских детей, потому что он пересдавался много-много-много раз. И кроме того, его пересдавали на других языках, и за границей он тоже имел определенный успех. Даже какой-то там где-то приз получил. Собственно, само название «Рассказы в картинках» для нас сейчас это какое-то странное сочетание слов. Но в то время термин «Рассказы в картинках» в переводе на современный означало «комиксы». То есть сборник Николая Радлова назывался «комиксы». В переводе на современный наш язык, в котором мы используем этот англицизм. Термин «Рассказы в картинках» — это калька с немецкого «Бильдергешихте». В немецком до сих пор есть этот термин, он означает «комиксы». Ну вот, соответственно, термин «Рассказы в картинках» очень часто использовался в советское время. В Москве тоже было о чем говорить. В Москве были свои детские журналы, и там работали тоже замечательные талантливые люди. В частности, был журнал «Пионер». Это был, собственно, первый московский журнал, в котором начали появляться комиксы. Там разные художники работали. Там работал Владимир Сутеев, которого, я думаю, многие знают и любят, и тоже рисовал разные комиксные серии. И там был тоже свой такой вот заглавный персонаж по имени Кузька. Его придумал писатель Лев Косиль, которого, я надеюсь, тоже вы знаете. Вместе с художником Алексеем Лаптевым. Кузька был такой довольно забавный персонаж. Он любил приврать, он любил там какие-то приключения попадать постоянно. И он на некоторое время стал практически маскотом этого журнала. Были и другие серии, были и другие журналы. Был журнал «Затейник». Сейчас мало кто о нем знает. Но в то время, да, был вот один из таких журналов. И там некоторое время публиковала серия приключений Мака, художника Льва Смехова. Тоже очень талантливого художника, иллюстратора, корректуриста и комиксиста. Это была одна из первых, если вообще не первая в нашей стране серия комиксов, в которой весь текст располагался в пузырях. Вот, то есть пузыри с текстом в наших комиксах – это не какое-то новое явление. Это вот, пожалуйста, еще в 1938 году спокойно было. Была еще газета «Пионерская правда», и в ней тоже периодически были комиксы. Их особенно любил рисовать художник А. Зубов. Я, к сожалению, не знаю его имени, и пока, особенно, никто тоже его имени не знает. Но был, да, тоже достаточно такой талантливый художник, и он много рисовал комиксов. Вот один из примеров мы видим справа. Ну и, конечно, самым известным московским журналом был журнал «Мурзилка». Журнал «Мурзилка» долго остался в стороне от комиксов, и долго там комиксы не печатались. Но потом, в конце концов, журнал сдался. Может быть, из-за того, что главным редактором его стал Лев Кассиль, который до этого сам комиксы придумал. Поэтому появился в этом журнале новый персонаж, вот такой вот странный полумедвежонок, полунеизвестно кто, по имени «Мурзилка». И про него начали рисовать комиксы разные авторы. Вот тут же Лев Смехов, Михаил Ихрабковский и многие другие. Вот так выглядели ранние комиксы про «Мурзилку». В период Великой Отечественной войны комиксисты тоже включились в борьбу с нашим общим врагом. Многие ушли на фронт и просто сражались с оружием в руках. Другие участвовали в создании агитационных материалов. Практически в второй день после начала войны было организовано два агитационных проекта. В Ленинграде это был проект «Боевой карандаш», в Москве это был проект «Окна ТАС». Ну, «Окна ТАС», как можно понять по названию, были, ну, своего рода таким идейным наследником «Окон роста». Это тоже были плакаты, которые, значит, напоминали «Окна роста» по своей композиции, по своей идее. А «Боевой карандаш» это были просто плакаты, но значительная их часть использовала тоже комиксный формат. Что не случайно, потому что над их созданием работали в том числе и художники-комиксисты, которые до этого работали во многих журналах. Вот тот же Николай Муратов. Вот так могли выглядеть эти плакаты, которые агитировали наших граждан на борьбу с врагом. Но агитация комиксная на этом не заканчивалась, потому что солдаты, которые, собственно, сражались на фронте, еще начиная с финской войны, читали комиксы про героя по имени Вася Теркин. Эти комиксы печатались в газете «На страже Родины», потом в некоторых других газетах, и они прошли через всю финскую войну и потом через всю Великую Отечественную. Они были крайне популярны. Настолько популярны, что одной из наград для ветеранов финской войны был сборник комиксов про Васю Теркина. Это реальный факт. Потом они публиковались в разных других газетах в виде плакатов, и, собственно, эти комиксы вдохновили Александра Твардовского, который в то время тоже работал в газете «На страже Родины», на то, чтобы про Васю Теркина, только уже солидно, Василия Теркина придумать знаменитую поэму. И, наконец, партизаны, которые сражались на землях, оккупированных нацистами, для них выпускались вот такие листовки в комиксном формате про Михася-партизана. Их автором был Юрий Вебер, человек, в общем, тоже разносторонних талантов, человек, который много как раз писал и про партизаны, и про организацию работы партизан. Такой, в общем, персонаж активно в этой теме задействованный. Художник их на данный момент неизвестен, хотя есть разные теории, кто это мог бы быть. Вот эти листовки активно забрасывались нашими силами на те территории, которые были оккупированы врагом, и там вдохновляли партизан на, соответственно, диверсии против фашистов. Известно, что эти листовки фашисты ненавидели, но вот наши партизаны, видимо, любили. И после войны комиксы у нас продолжили существовать, но, по сути, новым периодом всплеска интереса к этому формату стал период так называемой оттепели. Это середина 50-х годов. В этот период появилось несколько новых детских журналов, такие как «Юный техник» и «Веселые картинки». Начнем с «Юного техника», потому что про «Веселые картинки» немножко больше можно сказать. «Юный техник» был, по факту, научно-популярным журналом, и, в общем-то, журнал не про комиксы. Но, тем не менее, комиксы там все равно были, потому что людям, которые журнал создавали, хотелось не только рассказывать о науке, о технике, но еще и развлекать своих читателей, поэтому там были самые разные комиксы. Вот мы видим здесь комиксы разных лет, которые публиковались в этом журнале. Это комиксы разных художников и на разные темы. Ну вот в ранние годы, в центре здесь мы видим пример, в журнале активно публиковалась серия про трех друзей, которые были своеобразными такими маскотами этого журнала. Потом и, как мы видим, другие серии. Но да, про «Веселые картинки» можно сказать немножко больше, потому что «Веселые картинки» стали, по сути, вторым в нашей истории журналом комиксов. Первым был проект под названием «Сверчок». Это был журнал, запущенный в 1937 году ленинградской редакции Дед Гизова, той самой редакции, которая выпускала журналы «Еж» и «Чиж». Это был журнал, в котором, в отличие от «Ежа» и «Чижа», которые были иллюстрированными детскими журналами, в которых еще были комиксы, «Сверчок» был журналом, в котором были одни комиксы, забавные картинки, карикатуры и так далее. Прочти не было текста, было очень мало текста. Журнал «Сверчок», к сожалению, прочитал всего пять выпусков. 1937 год – это был год разгрома ленинградской редакции Дед Гиза. Многие сотрудники оказались арестованы, репрессированы. Так или иначе, редакция прекратила существовать. Вместе с ней и этот проект. «Веселые картинки» были вторым таким экспериментом. И этот эксперимент продержался подольше, естественно. Собственно, первые годы журнал «Веселые картинки» был именно журналом комиксов, потому что комиксы в нем составляли большую часть материала. Потом со временем журнал эволюционировал в традиционный иллюстрированный журнал для детей, в котором было больше все-таки текстов, а комиксы хоть и были, но занимали там определенное место. Но первое некоторое количество лет – это был журнал комиксов. Комиксы там были самые разные. Большей частью были короткие, небольшие, забавные истории, но были и серии. Была серия про клуб «Веселых человечков», которые были маскотами журнала. У большинства советских журналов был какой-то один маскот, ну, максимум, там, пара-тройка. А здесь была целая команда, собранная из героев разных популярных детских книжек, и не только книжек. Ну, и, собственно, вот здесь мы видим комикс про одного из членов клуба «Веселых человечков», «Карандаша», которого придумал один из основателей этого журнала, Иван Семенов, замечательный карикатурист. Ну, и в дальнейшем разные художники публиковали на страницах «Веселых картинок» комиксы про этих замечательных персонажей. Да, ну вот разных периодов комикса, они немножко разные. У Евгения Милутки приключения «Веселых человечков» превратили в такую сюрреалистическую фантастику, что, конечно, было значительным отступлением от того, с чего все начиналось, с забавных историй, вот с этих, да, но, тем не менее, тоже было довольно весело и тоже развлекало детей уже в 80-е годы. Еще одной достаточно популярной серией комиксов «Веселых картинках» были приключения Пети Рыжика, которые официально назывались «Необыкновенное приключение Пети Рыжика» и его верных друзей «Мика и Мука». Такое вот длинное название. Автором этой серии был тот же Иван Семенов, один из основателей журнала. «Приключения Пети Рыжика» часто сравнивают с бельгийским «Тентеном». И, может быть, не случайно, потому что стиль этих комиксов очень напоминает чистую линию «Эрже», которую «Эрже» вырабатывал как раз вот в те годы. Ну и сам по себе это приключенческий комикс, хотя по сравнению с «Тентеном» это более юмористический комикс. И в нем больше каких-то странных и часто фантастических ситуаций происходит. Эта серия продержалась в журнале пару десятилетий. Была еще серия про «Девочку Машу и куклу Наташу». Это серия коротких комиксов, комикс-трипов, автором которых был замечательный художник Виктор Чижиков, который нарисовал еще много разных других комиксов, и не только комиксов, но и проиллюстрировал огромное количество детской литературы. В 1980 году стал разработчиком образа «Олимпийского мишки». Да, вот такая вот серия, которая тоже довольно долго продержалась в журнале. Ну и вот примеры некоторых более поздних комиксов, причаточныхся в «Веселых картинках». Вот, пожалуйста, Хрюша Валерия Горбачева. Это уже в 80-е годы. Публиковались там очень разные художники, в том числе в 70-80-е в «Веселых картинках» много публиковались художники, которые потом станут известны как наши нонконформисты. И многие из них тоже рисовали комиксы. Ну вот, пожалуйста, Виктор Пивоваров, фигура, безусловно, известная, и как замечательный иллюстратор, и как художник-нонконформист. Вот, пожалуйста, тоже такая вот короткая история в восьми кадрах. Один из сооснователей «Веселых картинок» Виталий Стацинский через какое-то время ушел из журнала и принял участие в организации нового детского журнала, журнала «Колобок». Это был журнал официально для маленьких детей, и к этому журналу прилагались грамм-пластинки. Это было его главной такой фишкой. Первые годы в журнале публиковалось много комиксов, очень разных, и их создавали очень разные люди. И выглядели они очень по-разному. Здесь много можно встретить комиксов довольно экспериментальных по своей композиции и по своей стилистике. Но, может быть, не случайно, потому что много очень разных талантливых людей работало в этом журнале в его ранние годы. Ну вот мы видим сценарий некоторых комиксов, писал Эдуард Успенский. Это, кстати, сказать не исключение. Вообще, немножко забегая назад, многие наши комиксы в их создании принимали участие замечательные наши писатели. Про Даниила Хармса мы уже упоминали, про Николая Олейникова. Но вот в те же 20-30-е годы во многих наших детских журналах комиксы создавали такие авторы, в частности, как Агнея Барто, Сергей Михалков, Виталий Бианки, Михаил Зощенко, Николай Носов, Николай Носов чуть позже, уже в 50-е годы, и многие-многие другие. Это, по сути, одна из черт, которая отличает нашу историю комикса, нашу школу комикса от многих других, потому что нигде я не встречал такого количества крупных писателей и крупных художников-иллюстраторов, которые принимали участие в создании комикса. Это тоже интересный момент. В журнал «Мурзилка» уже после военное время тоже периодически печатал комиксы. Вот здесь тоже Чижиков рисовал комиксы про Мурзилку и некоторые другие художники. Причем комиксы тоже очень разные, очень отличающиеся и по жанру, и по стилю. И вот, опять же, и в 80-е годы это продолжалось. Вот, пожалуйста, Александр Семенов, один из, наверное, самых известных авторов комиксов про Мурзилку. Журнал «Костер» — ленинградский журнал, основанный еще в 30-е годы, но комиксы в нем активно стали печататься как раз вот где-то в 60-е годы, и вот здесь мы видим несколько примеров разных авторов. На страницах журнала «Костер» был предпринят довольно интересный эксперимент. Художник Юрий Лобачев начал печатать там приключенческую серию «Ураган приходит на помощь». Это был 66-й год. В чем ее было отличие? Это была первая, по сути, первая в послевоенное время серия неюмористического приключенческого комикса. В то время такая была ситуация, что большая часть журналов, большая часть журналов комиксов были юмористические. Это касалось и взрослых журналов, таких как «Коркодил», это касалось и детских журналов, там тоже комиксы были забавные, смешные, веселые. Неюмористические комиксы практически отсутствовали. И Юрий Лобачев предпринял такую попытку. Он был не новичком в комиксах. Он начинал в 20-е и 30-е годы в Югославии. Вообще он там родился, но он был сыном эмигрантов из Российской империи. Он родился там в Югославии. Он был не единственным эмигрантом или сыном эмигрантов из Российской империи. Они все вместе там сплотились, скучковались и начали рисовать комиксы. И этот период, 20-е, 30-е, 40-е годы стал известен как золотой век югославского комикса. Хотя значительную часть этих югославских комиксов создавали, собственно говоря, бывшие наши эмигранты. Потом Юрий Лобачев переехал в Советский Союз и работал в том числе в журнале «Костер». И вот он решил попробовать начать публиковать серию неюмористических приключенческих комиксов. Но его довольно быстро вызвали в обком партии и сказали, что это безобразие, и это необходимо быстро прекратить. И Лобачеву пришлось вернуть серию и больше «Костер» таких экспериментов не предпринимал. Через пару лет подобная же попытка была предпринята в журнале «Мурзилка». Художник Венемин Лосин, замечательный наш иллюстратор, он еще и рисовал разные картинки в этот журнал. И вот, в частности, он нарисовал серию «Схватка самолета». Такой вот экшен-боевик про злодеев, которые хотели захватить самолет, и доблестных пилотов, которые их смогли остановить. Тем не менее, эта серия тоже вызвала недовольство со стороны руководства. В прессе была опубликована разгромная статья, критиковавшая этот комикс. И в итоге журнала «Мурзилка» тоже не возвращалась к подобным проектам. И вот это вот станет большим ограничением в советский период. Комиксы имели возможность развиваться, но в достаточно жестких рамках. Только либо веселые, развлекательные комиксы для детей, и то не составляющие больше какого-то процента от объема журнала. Или редкие комиксы сатирические в журнале «Крокодилы» и в тому подобных сатирических журналах. За пределы юмористического сатирического жанра советские комиксы не имели возможности выйти. И эта ситуация изменилась в 80-е, 90-е годы, когда немножко ослабла цензура, и стали появляться комиксы самые разные. Эпоха перестройки стала периодом нового бума комиксов. Во многом за счет того, что появилось множество независимых объединений комиксистов, комикс-студий в самых разных городах. В Москве, в Новосибирске, в Екатеринбурге, тогда Свердловске. Вот в Свердловске была команда под названием «Велес». И они публиковали журнал комиксов «Велес» и несколько других журналов, и там были комиксы самые разные. Как мы видим, это и какое-то славянское фэнтези, это и боевики. Вообще, основной коллектив «Велеса» это были ветераны-афганцы, люди, прошедшие Афганскую войну. И поэтому у них в их комиксах встречались воспоминания об этой войне и вот, собственно, тоже в такой комиксной форме. В Уфе была студия «Муха». Там тоже публиковались разные вот такие приключенческие комиксы. В Москве было несколько студий. Была студия «Ком». Была студия «Ком». Там в этой студии сотрудничало множество разных талантливых московских художников. И они в основном выпускали сборники комиксов. Такие вот альбомы-альмонахи, в которых публиковались разные авторы. Ну, как мы видим, в перестройку комиксы стали уже немножко другие. Они стали преимущественно адресоваться взрослой публике или, по крайней мере, молодежи. И жанры тоже стали самые разные. Это могли быть, да, вот такие вот разные приключения, фэнтези, фантастика. Это могли быть юмористические комиксы. Таких тоже было довольно много. Была еще студия «Тема», и вот там вышел юмористический комикс «Приключения капитана Донки». Такой достаточно объемный Томин, а один из первых, ну, вот таких наших графических романов, по сути. Надо сказать, комиксы могли быть очень разные в этот период. Было много адаптаций литературных произведений. В некоторых адаптациях принимали участие сами авторы. Ну, кто был жив, конечно. Например, Кир Булычев, наш знаменитый фантаст, активно принимал участие в создании комиксов по мотивам собственных произведений. Вот слева мы видим пример. Были адаптации самых разных работ. Вот была адаптация мастера Маргарита Булгакова, но, к сожалению, не закончена в то время. Она была издана уже много позже. На нашем рынке, на российском рынке она появилась сравнительно недавно. Над ее созданием работал художник Аскольд Акишин, один из участников студии Ком и один из ярких представителей вот этого вот перестроечного поколения комиксистов. Он продолжает работать до сих пор и, в общем, достаточно активно участвует уже в современном комиксном процессе. В перестройку было много познавательных комиксов. Этот жанр тоже появился и активно достаточно развивался. Вот мы видим разные примеры, причем эти познавательные комиксы были адресованы как детям, так и людям постарше. Были вот такие познавательные комиксы про физику, были комиксы про историю. Ну вот тот же Аскольд Акишин, его комикс про Георгия Жукова, например. 90-е годы стали периодом краха. Экономическая ситуация в стране стала крайне нестабильной и покупательная способность населения резко уменьшилась. И поэтому в середине 90-х прекратили существование практически все комиксные проекты. Остались некоторые студии, которые в основном перепрофилировались на дизайн, на анимацию, на какие-то другие вещи, которыми легче было зарабатывать деньги. В силу упавшей покупательной способности население издателя редко уже стали печатать комиксы российских авторов. Это было слишком рискованным занятием. Поэтому на рынке из комиксов остались в основном переиздания некоторых зарубежных брендов, такие как комиксы компании Walt Disney. Ситуация начала немножко вылезать из этой ямы к концу 90-х годов. Тогда на страницах некоторых молодежных журналов начали печататься опять комиксы. В основном это делалось по знакомству. Просто вот кто был знаком с редакцией, это были часто молодые художники, печатались. Это были игровые журналы, довольно популярный тогда формат. Сейчас про видеоигры мы обычно читаем в интернете, а тогда выходили отдельные бумажные журналы, которые про эту тему рассказывали. И там печатались комиксы, вот такие. Был журнал «Фантом». Это был журнал про фантастику, он прочитал очень недолго, в начале нулевых годов. Его организатором был человек, работавший под псевдонимом Хихус. Фигура легендарная для нашего комикса. Он был, кроме того, что сам комиксистом, он был большим организатором самых разных процессов. Вот он, в частности, принял участие в организации журнала «Фантом», куда пригласил всех своих знакомых комиксистов. И вот то короткое время, которое существовал этот журнал, там печаталось много разных наших авторов. Потом, когда журнал закрылся, его сотрудники, позвав еще нескольких комиксистов, основали объединение «Люди мертвые рыбы». А это объединение, в свою очередь, организовало первый в России фестиваль комиксов «Комиссия», в общем, основной организацией которого занимался все тот же Хихус. И этот фестиваль существует до сих пор. Это старейший у нас фестиваль комиксов. И, в общем, до сих пор живет и здравствует. Были и другие журналы. Был такой классный журнал, где печатались комиксы художника с псевдонимом «Богдан». Это была одна из первых попыток отечественных художников имитировать эстетику манги, эстетику японских комиксов. Надо сказать, манга в нашей стране была популярна еще со времен «Перестройки». И где-то вот уже в конце 90-х, в начале 2000-х она стала еще популярнее. И многие художники отечественные тоже на эту тему стали ориентироваться. Но настоящий бум комиксов произошел немножко позже, в 2010-е годы. В этот период у нас немножко и окрепила экономическая ситуация, и у нас появилось несколько сетей комиксных магазинов. Достаточно активных. И у нас начали появляться в большей мере переиздания комиксов зарубежных. Но на этой волне возрос интерес и к комиксам отечественным. И появилось издательство «Баббл», которое попыталось создать некий аналог мейнстримных комиксных издательств зарубежных. Но оно существует до сих пор, и некоторые серии его достаточно популярны. По серии «Майор Гром» даже было снято пару фильмов. Так что такой вот комиксный мейнстрим у нас тоже в определенной мере представлен. Есть и альтернативные комиксы. В этом смысле, наверное, в первую очередь стоит назвать издательство «Бум книга», питерское издательство, где публикуются, как правило, авторские комиксы. Можно отметить комикс Ольги Лаврентьевой «Сурвила». Это история про ее бабушку, про ее жизнь в 30-40-е годы, в период, в том числе, блокады Ленинграда, вот в эти тяжелые годы. «Сурвила» — это один из первых серьезных графических романов в нашей стране, поднимающий действительно сложные и важные вопросы, исторические, социальные, моральные. Там же был издан графический роман Юлии Никитиной «Полоночная земля». Это автобиография художницы, тоже очень интересная, в том числе и с графической точки зрения. «Сказки Гамаюн» Александра Уткина — это такая авторская интерпретация русских народных сказок. И комикс был изначально издан за рубежом, но потом был издан и у нас. Есть и много других издательств. «Альпака», «Комикс-паблишер», «Конфедерация». Я думаю, вы их все прекрасно знаете, если вы интересуетесь этой темой. Там публикуется много комиксов самых разных авторов, как молодых, так и заслуженных таких, как Аскольд Тайкишин. В принципе, есть надежда, что Отечественная школа комиксов ждет большое будущее и впереди еще новые 177 лет. Так что, все, вам благодарю. Спасибо за внимание. Спасибо.